Вчера я цитировал профессора права Алана Дершовица, заступившегося за миллиардера Илона Маска, когда того обвинили в антисемитизме за то, что он сравнил Сороса с Магнета, суперзлодеем из сериала Люди Икс. Дершовиц вменил Соросу в финансирование организации Human Rights Watch, которая в последние годы сделалась резко антиизраильской. Аналогичному мнению придерживается и Натан Щеранский. Вот организация, созданная доброй волей свободного мира для борьбы с нарушениями прав человека, но превратившаяся в оружие в руках диктаторских режимов для борьбы с демократиями, заявил в 2009 году Шеранский. Пора называть вещи своими именами. Реальная деятельность этой организации сегодня очень далека от того, для чего она была создана 30 лет назад. Год спустя Сорос объявил, что планирует отвалить Human Rights Watch еще 100 миллионов долларов, подчеркнув, что этот дар намного превышает все, что она когда-либо получала. В 8 утра в каждую среду в Human Rights Watch собирается группа людей и обсуждает с менеджерами план действий, сказал Сорос Нью-Йорк Таймс. Я активный участник этой группы. Права человека остаются важным элементом текущей деятельности моего фонда. Другая организация прикорм, которая инкриминирует Соросу профессор Дершовиц, это Вашингтонская J Street, называющая себя прогрессивной, произраильской и одновременно пропалестинской. На самом деле, пишет Дершовиц, она сделала очень много для того, чтобы настроить большинство прогрессивных и многих либеральных демократов, в том числе членов Конгресса, профессоров и журналистов против Израиля. Израильская газета Гаарит сообщила в прошлом году, что Сорос выделил миллион долларов политическому комитету J Street, финансирующему избирательные кампании, и отметила, что эта сумма в 20 раз превышает все прежние пожертвования, которые когда-либо получал этот комитет. Дершовиц подчеркивает, что он не единственный американский еврей, который критикует Сороса. В январе агентство Jewish News Service поместило статью бывшего президента организации National Council of Young Israel Фарли Вайса, в которой говорилось, защитники Сороса пытаются заткнуть рот критикам миллиардеров, утверждая, что критиковать его – это проявление антисемитизма, поскольку он сам еврей. Но никто не финансировал более разрушительных атак на Израиль и еврейскую общину Америки, чем Сорос. Дершовиц скользко напоминает и о деструктивном вкладе Сороса в нынешнюю вспышку преступности внутри Америки, в большой степени вызванную курсом прогрессивных генпрокуроров, избранных по всей стране благодаря соросовским деньгам. Профессор Дершовиц пишет, что не может комментировать параллель, проведенную Маском между Соросом и Магнета, поскольку никогда о Магнета не слышал. Но согласен с замечанием Маска о том, что Сорос разрушает ткань цивилизации. Что до Маска, то, по словам Дершовица, тот не выказал никакой враждебности ни к Израилю, ни к еврейскому народу. Маск называет себя просемитом. Для очистки совести я поискал другие мнения насчет нашумевшего твита Маска и быстро наткнулся на заголовок «На сей раз каждый еврей на стороне Джорджа Сороса». Так назвал свою статью в израильской Jerusalem Post журналист Амод Аса Эль, который пишет, что не всегда заступался за Сороса и, например, критиковал его в 1917 году, когда миллиардер был нетактичен. По словам автора, нетактичность Сороса выражалась в том, что он агитировал за эмиграцию мусульман в Венгрию, хотя сам в ней не жил. Со стороны Сороса это было несправедливо и неумно, пишет Аса Эль. Он также критиковал Сороса в 2003 году за утверждение, что антисемитизм является результатом политического курса Израиля и США. Я слышу об этих заявках нашего героя Сороса впервые. Я много лет считал его пустобрехом и демагогом, но теперь вижу, что он еще и болван. Но в противостоянии Сороса и Маска израильтянин решительно занимает сторону первого, отчасти потому, что тот является великим филотропом, тогда как Маск не тратит на благотворительность от силы 1% своего состояния. Я как-то писал, что в начале 90-х спросил у Сороса, почему он не вывозит российских спецов на Запад, а предпочитает подкармливать их на родине, хотя в один прекрасный день они начнут снова конструировать Фау-2, пардон, санцепеки и кинжалы. Я, конечно, сказал не так, но смысл был именно такой. Не помню уже, что ответил мне Сорос, но ничего вразумительного, иначе бы я не забыл. Что дали труизма Маска, то он истратил на Твиттер 44 миллиарда долларов. Таких денег у Сороса сроду не было. Избавление Твиттера от цензуры было дивным пожертвованием на алтарь народной вольности, так что Маск переплюнул Сороса и по части филантропии. Владимир Козловский Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин